Крупные торговые объекты все активнее приходят на рынок, потребитель, как понимаю, с большего доволен. А вот для развития отрасли в целом только лишь плюсы? Вообще, приход любых ритейлеров, больших, крупных, малых, гиперов, суперов или это магазины шаговой доступности, я считаю, что это только хорошо. Это усиление конкуренции и потребитель только выигрывает, потому что на рынке услуг, а рынок торговли, это рынок обслуживания, наличие конкуренции и жесткой конкуренции, и сильной конкуренции, это только приветствуется самим потребителям, а мы работаем на потребителя. Магазинов стало больше, магазинов стало больше. Как объяснить тогда парадоксальную ситуацию, касательную не только нашего региона, но и страны, а может быть и стран соседок? По многим ключевым профессиям, специальностям в сфере услуг, рынок труда ощущает достаточно серьезный кадровый голод. Дело в том, что как мы учимся работать по-другому, по-новому, мы каждый раз учимся, мы развиваемся, мы точно так же должны учиться и развивать свою работу по подбору и расстановке кадров. Что у нас нет людей, у нас есть люди. Что у нас нет учебных заведений, у нас есть учебные заведения. Но каждый субъект, который приходит на рынок товаров и услуг, он предъявляет свои требования к тому персоналу, который ему нужен. Соответственно, он и должен думать, какие ему навыки нужны и размещать, либо самостоятельно готовить себе специалистов, либо подбирать тех специалистов, которые нужны. А если мы будем рассчитывать на то, что, ну, вот дайте мне пять продавцов, но именно таких, дайте мне там еще кого-то, но именно с такими квалификационными требованиями, это неправильно. Зрители по ту сторону экрана, особенно скептики, скажут, что тут решать. Дайте достойную зарплату, специалисты будут всегда, и того кадрового голода не будет. Но мы ведь знаем, что даже самая высокая заработная плата рано или поздно становится неудовлетворительной и не является мотиватором. Абсолютно верно. Как в любой профессии, в торговле тоже есть своя романтика. И некоторые приходят за определенной романтикой, за определенным творчеством, остаются навсегда и становятся большими крупными руководителями или крупными бизнесменами. Все зависит от того, с каким настроением мы идем в отрасль работать. Если мы готовы работать на людей, для людей, наше место в торговле. А то, что заинтересованный человек не останется без внимания и без зарплаты, и без карьерного роста, это я могу сказать точно. И еще про сетевиков. Часто наши зрители во время горячих линий интересуются, не вытеснят ли гиперсупермаркеты магазины шаговой доступности? Ведь это как минимум удобно? Я не думаю. И опыт показывает, в принципе, если мы говорим о гипермаркетах, то гипермаркеты к нам пришли, ну, пусть 10 лет назад, правильно? В нашу область. В республику пришли гораздо раньше, немножко раньше. Это начиналось все с Минска, но к нам в область где-то 10 лет назад пришли гипермаркеты. Что, у нас стало меньше магазинов шаговой доступности? Нет. Поменялась структура, усилилась конкуренция. У каждого формата объекта есть свой потребитель. Кому-то нужна комплексная покупка, они уехали в крупные магазины. Кому-то нужна точечная покупка, он зашел в магазин, который расположен рядышком у дома. Самое главное, чтобы и тот, и другой, ведь закрываются и гиперы, закрываются и маленькие магазины. Самое главное, чтобы и тот, и другой предоставили ту услугу. Не просто дали товар, а дали услугу потребителю по приобретению товара. Нужно чувствовать рынок для этого, как минимум. И потребителя. Если мы говорим о розничном ритейле, о розничном рынке, то это работа на потребителя. Сегодня, ну вот вам, как потребителю, нужны товары, просто товары. Вот мы положили вам товары, выбирайте. Нет, вы хотите прийти, и чтобы вам оказали услугу по приобретению этого товара. Вам предоставили бесплатную упаковку, вам сказали спасибо за покупку. Вам какие-то блага, то есть предоставили возможность оставить вещи, например, в камере хранения. Или доставку. Или доставку. В общем, сегодня человек хочет комплексы услуг. А еще с улыбкой. Абсолютно верно. Сегодня человек хочет услугу по приобретению продукта. Продовольственного, непродовольственного, не важно. Галина Николаевна, еще направление для разговора. Как меняется торговля и услуги на селе? Это ведь отдельная тема. Да, да. Дело в том, что торговля на селе, она имеет определенную свою специфику. Во-первых, удаленность объектов. Для того, чтобы успешно работать на селе, если мы говорим о субъекте хозяйствования, то здесь очень важно выстроить правильную логистику. Что это будет под собой подразумевать? Первое, это контроль работы магазинов. Не только обеспечение их товаром. Мы товаром обеспечим. Товаром обеспечит и производитель. Потому что сегодня есть централизованная доставка товаров. Особенно скоропортящихся продуктов. Но самое главное, обеспечить контроль. А как эта услуга оказывается потребителю? Если в городе торговля работает на неограниченный круг людей, то есть люди ходят и ходят. У нас в Гомеле полмиллиона жителей. А в деревне, где условно прописано 200 человек, а проживает, может быть, 150, там продавец знает каждого в лицо, знает каждого семью, знает кто, что, чего. А значит, и ответственность выше. Абсолютно верно. А как потом людям в глаза смотреть? Мы же все живые люди. И вот здесь тоже есть такой маленький момент. Но самое главное, правильно, грамотно выстроить логистику, чтобы этот магазин был востребован. А. То есть нужен потребитель. И Б. Нужен именно контроль и снабжение этого объекта. И еще есть такие у нас населенные пункты, в которых проживает очень малое количество людей. То есть прописано, будем говорить, по данным сельского совета, меньше 100 человек. Проживает, может быть, и 20, потому что кто-то уехал, кто-то возвращается. То есть какая-то миграция есть. То вот такие населенные пункты обслуживаются автомагазинами. Здесь уже выездная торговля рассматривается как автомагазин. И здесь, по сути своей, очень важен комплекс услуги по приобретению товара. То же самое, но предоставить через передвижное средство. То есть на колесах. Людям нужен ассортимент. Людям нужно качество обслуживания. И мобильность. И мобильность. И самое главное, что людям нужно то, чтобы этот объект приезжал тогда, когда им удобно. Если люди работают, значит, после работы я должна иметь возможность купить этот продукт у себя. Это еще и социальная миссия. С ней достаточно неплохо справляется потребсоюз. Как развоеваться им в все-таки не самых простых условиях? Вы знаете, очень сложно говорить, какие-то рецепты давать, потому что каждый сам для себя. Но я бы не всегда стала говорить, что торговля выполняет социальную миссию. Наша социальная миссия – это удовлетворить потребность, спрос потребителя. И плохо тот коммерсант, который, удовлетворяя спрос потребителя, не думает о собственном заработке. Ведь когда наши интересы, интересы потребителя и продавца, они сходятся, то наступает удовлетворение от взаимоотношений. И тогда эта работа будет приносить только плюсы. А когда мы не можем выстроить логистику, мы не можем выстроить маршруты, мы не можем выстроить товароснабжение, у нас есть какие-то трудности, нами недоволен потребитель, мы недовольны потребителем, потому что он к нам не пришел, мы приехали, он к нам не пришел. Конфликт интересов. Поэтому, с одной стороны, здесь социальная функция, а с другой стороны, все-таки о коммерческой функции тоже не надо забывать. Что касается потребительской кооперации, ну, это старая сеть. Старая не в плане возраста, а то, что эта сеть, она находится очень давно на рынке товаров и услуг со времен Советского Союза. И для того, чтобы остаться, вот смотрите, начались истоки во времена Советского Союза. Заложены постулаты работы этой сети со времен Советского Союза. У нас сейчас другое государство. И мы другие, и мне. И требовательность совершенно другая. И все другое. И отношения у людей другие, и отношения к отрасли у людей другие. Соответственно, и отрасль по-другому смотрит на людей. У нас никогда в отрасли не использовались понятия психологии. А сейчас, когда мы рассматриваем, например, технологические процессы организации в магазине, все основано на психологии. Правила такой руки, правила такой руки. Этот товар вот здесь на уровне глаз, этот товар вот здесь. А почему? Это холодная зона, это горячая зона, это домашняя полка, это такая. А почему? Потому что учитывается, что психология человека, поведенческие настроения. То же самое нужно реформироваться и потребительской кооперацией. Калина Николаевна, спасибо за это интервью. Успехов в делах. Спасибо большое. Спасибо.